Приближаются светлые праздники, перед которыми приводят в порядок не только свои дома, но и мысли. Этот день называется Пасхой, что означает на древнегреческом «переход». И отмечается он во всех христианских храмах, как самый главный праздник года. Разумеется, варю яйца, приглашаю родных, и мы между собой устраиваем бои яйцами. Убираю и украшаю дом. Мы больше празднуем в семейном кругу. В России и Литве традиции, схожие с латвийскими. Делятся гости столицы. Я думаю, мы празднуем в принципе похоже. В этом году у нас даже совпадают дни. И самое главное – это каникулы. Но для нас это не каникулы, потому что сейчас мы сдаем экзамены на каникулах. И я думаю, все то же самое. Мы красим яйца и все такое. Едем к бабушке на дачу. Как празднуют Пасху в России? Вера уверена, что соблюдение обрядов и традиций – это не главное, так как они никакого отношения к празднику не имеют. Главное – это вера и молитва. Просто Богу молимся. Мы яйца не красим. Это все примитивно. Почему? Ну, как-то… Ну, это никто не делал, только люди придумали сами. А какие-то родители собираются? Ну, собираемся с семьей, с детьми. Вместе, как бы… У меня семь внуков. Посещаете какие-то мероприятия в городе? Ну, в городе просто мы идем в церковь, и там все происходит, да. То есть, как бы, ну, торжество, что Иисус воскрес, это самый главный праздник, умер за нас. В этом году светлый праздник Пасхи у католиков и православных. Христиан празднуют одновременно и выпадает на 16 апреля. Официальные выходные в Латвии продлятся 4 дня – с 14 по 17 апреля. Эвот Дукуль, Густав Кукайнис, Латвийское телевидение.